Всем привет! Вас приветствует администратор группы «Активисты. Дни экстремисты». Я сегодня нахожусь в Европейском парламенте. Всю эту неделю мы проводим встречи в Европейском парламенте с депутатами Европарламента и их советниками, а также в Бельгийском парламенте для того, чтобы информировать депутатов, политиков, чиновников, высшедостоящих лиц Бельгии о реальной ситуации с правами человека в Казахстане. Почему? Потому что 17 февраля готовится очень важный визит. Приезжает сюда президент Такаев из Казахстана. Это будет его первый визит в Брюссель и встреча на высшем уровне с представителями Еврокомиссии, президентом Европарламента, а также бельгийскими властями. И в связи с этим мы представляем депутатом Европейского парламента, чиновником Европейской комиссии, депутатом бельгийского парламента наш новый отчет, который выпущен 31 января в этом году и который говорит о политически преследуемых в Казахстане и политических заключенных. Наш список насчитывает 16 политических заключенных, то есть тех, кто находится в тюрьме или же находится в предсудебных арестах в СИЗО, а также 56 жертв политического преследования в результате уголовного преследования. И также мы говорим о том, что в течение 2018-2019 годов больше 6 тысяч участников мирных протестов, блогеров, активистов преследуются по политическим мотивам и задерживаются во время или перед протестами в Казахстане. Вот вы можете посмотреть несколько фотографий из наших отчетов, которые мы представляем депутатам. Также мы требуем освобождения Мухтара Джакишева, который сейчас ожидает следующего судебного слушания в конце февраля и готовим депутатов перед миссией, передаем им информацию от гражданского общества перед миссией депутатов Европейского парламента в Казахстан, который состоится, визит состоится 25 февраля этого года. Что важно, что каждый из вас, активистов, может донести свой месседж за это время. У вас есть фактически неделя, а в случае с миссией Европейского парламента в Казахстан две недели, чтобы сформулировать главным образом свои требования и донести их до депутатов и донести до Такаева. Наши две рекомендации были это немедленное освобождение политических заключенных, в частности Мухтара Джакишева, Макса Бакаева, а также тех, кто упомянуты в резолюции Европейского парламента от 14 марта 2019 года, в частности таких лиц, как Алмаджу Могулов, Кинжибек Абишев, Осет Абишев, многие-многие другие, а также показать депутатам Европейского парламента, что не было выполнено из резолюции Европейского парламента. Фактически ничего не было выполнено, потому что даже два человека, которые освободили по резолюции, они освобождены условно и в связи с тяжелым состоянием здоровья, как у Искандера Ерембетова. Помимо этого, мы говорили о том, что Казахстан преследует оппонентов и критиков режима за границей, то есть мы говорили о деле Готта Джарды Мали и Жанары Ахметовой, которая ожидает судебного слушания в конце февраля, о том, что необходимо ей обязательно предоставить политическое убежище и поддержать ее в этом. Кроме того, мы говорили о списке так называемых экстремистов, то есть тех, кто осужден условно с ограничением свободы в Казахстане за участие в мирных протестах или же за участие, ну, о критику властей в социальных СМИ. И мы говорили о таком явлении, как экономическая смерть, когда человека включают в этот список экстремистов, и фактически он не может даже иметь водительских прав, не может открыть счет в банке и не может заниматься фактически нормальной жизнедеятельностью, чтобы обязательно адресовать этот вопрос депутатам Европейского парламента и через них передать этот вопрос к Такаеву или же властям Казахстана во время визита депутатов Европейского парламента. Кроме того, мы презентовали отчет и передали отчет от казахстанских правозащитников, подготовленных организацией АРУХАК от Байхаджан Торигожный и Ибденем Жоптисом из Казахстанского международного бюро по правам человека, который включает в себя 14 политических заключенных. В основном наши списки во многом пересекаются. С той лишь разницей, что мы делаем еще больший акцент на преследовании этнических казахов, которые преследуются и фактически в услугу к китайским властям высылаются назад без соблюдения международных обязательств со стороны Казахстана. И в данном случае это очень важная тематика, потому что сейчас очень много казахстанцев и этнических казахов, членов их семей, выходят на мирные протесты, и мы хотим им показать, что их голос тоже слышат международные правозащитники и доносят до депутатов Европейского парламента и до депутатов Бельгийского парламента, других международных институций. Поэтому у вас есть уникальный шанс, когда происходит два таких официальных визита. Первый в Бельгию президентом Такаева 17 февраля, и второй депутатами Европейского парламента, которые будут следить за выполнением резолюции Европейского парламента в Казахстан перед вхождением в силу договора о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном. И этот визит состоится 25 февраля. До этого времени вы можете донести свою позицию. По результатам этой миссии будет отчет и слушание в Европарламенте. Если вы хотите, чтобы ваш голос учли, пожалуйста, четко формулируйте свои месседжи. Помните, что видео должно быть кратким, не более одной минуты, и очень четкий месседж, аргументированный. Вас должно быть понятно и очень хорошо слышно, и вы должны быть предельно четкими. И, как уже говорил секретарь Помпео, каждый народ должен отстаивать свои права и бороться за свое место в этом мире, за свои права человека. У вас будет международная поддержка в случае, если вы самостоятельно двигаетесь и отстаиваете свои права. Если у вас будут вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Отвечу. Пока.